Продолжение следует... 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 И на сегодняшний день сирозный рак эндометрия – это хирургия, в основе которой лежит и первичная циторедукция, это удаление обязательно тазовых параортальных лимфатических узлов, это обязательно удаление большого сальника. Если сегодня посмотреть на хирургический компонент лечения больных распространенным заболеванием эндометрия, конечно, на сегодняшний день эта структура представлена и хирургией, цель которой является полное макроскопическое циторедуктивное вмешательство, ну и, безусловно, сегодня это мультимодальная терапия с использованием различных компонентов лекарственной терапии. Вот совсем недавно мы под руководством Льва Андреевича работали над проектом рекомендации нашего общества, и сегодня мы говорим о том, что для больных раком эндометрия 3-4 стадии, безусловно, лечение целесообразно начинается с хирургии, это операция, которая позволяет уточнить распространение опухоли, выполнить циторедукцию, ну и в зависимости от проявления, это может быть либо обширное циторедуктивное вмешательство, либо это может быть и выполнение эвесцирации. Было показано, что полная хирургическая циторедукция улучшает выживаемость больных с 3-4 стадии заболевания. Эти данные исследования показывают роль циторедуктивной хирургии по сравнению с другими методами лечениями, и также в ряде исследований было показано, что остаточная опухоль – это достаточно важный прогностический фактор, который определяет прогноз данного заболевания. Развитие хирургии и хирургии распространенных форм эндометрия было проанализировано с позиции и выполнения таких объемов, как эвесцирации, различных видов эвесцирации при распространенном заболевании. И было показано, что в ряде случаев такие агрессивные методы лечения, хирургического лечения позволяют улучшить общие показатели выживаемости. Еще одно направление, которое широко на сегодняшний день обсуждается в лечении больных распространенными формами рака эндометрия – это проведение неадювантного этапа химиотерапии. Было показано, что в ряде исследований было показано, что проведение неадювантной химиотерапии перед циторедуктивным вмешательством несколько улучшают показатели выживаемости больных. Было показано, что у этих пациентов с использованием вот такой парадигмы лечения рака яичников, которая состояла из неадювантной химиотерапии, с последующей интервальной циторедуктивной хирургией приводит к более высоким показателям полной циторедукции. Это было показано на примере папиллярных сирозных карцином матки. И из-за гистологического схвоства с раком яичников и предположенности к лимфогенному и внутрибрюшинному распространению при таких морфологических опухолях. Вот это исследование, в основе которого лежит ретроспективный анализ пациентов из трех онкологических центров. Было показано, что при проведении неадювантного этапа химиотерапии практически дало возможность более 60% выполнить полную циторедукцию при эндометриоидных карциномах и у 56% выполнить такой объем операции при сирозных карциномах. Если посмотреть сегодня на опубликованные данные, они безусловно неоднозначные. И можно сказать, что показатели выживаемости при использовании неадювантного этапа операции позволяют несколько улучшить эти результаты. В то же время, к сожалению, эти пациенты в течение заболевания характеризуются рецидивами. Исследование, которое представлено, продемонстрировало, что неадювантная полихимиотерапия с последующей интервальной циторедукцией является хорошей стратегией для небольшого процента пациентам, которым было невозможно выполнение первичного хирургического вмешательства. Ну и по сравнению с неоптимальными хирургическими вмешательствами или его отсутствием, проведение этого этапа лечения несколько улучшало результаты общей выживаемости больных. Если посмотреть на ретроспективное когортное исследование использования неадювантной полихимиотерапии в последующей интервальной циторедукции у пациентов с неоперабельным раком, то в этом исследовании была показана эффективность применения карбоплотины и паклитоксела. И если говорить о результатах, которые опубликованы, 12% пациентов в ходе лечения наблюдалось прогрессирование, 76% имели частичный ответ и 3% имели полный ответ на химиотерапию. 76% перенесли интервальные циторедукции, при этом циторедукция в полном объеме была достигнута чуть более чем 50%. И если посмотреть на онкологические результаты такого подхода к лечению больных, пациенты, перенесшие операцию после химиотерапии, имели значительно более длительную выживаемость без прогрессирования. И у пациентов этой категории, пациентов без видимой остаточной опухоли, не было большой разницы в сравниваемых группах. В то же время, несмотря на эти ограничения, все-таки предполагается, что роль неодювантной химиотерапии и интервальной циторедукции у ряда пациентов с распространенными заболеваниями является приемлемой опцией в лечении больных. Сегодня, если мы говорим о наших отечественных рекомендациях для распространенных заболеваний рака эндометрии, рекомендуется все-таки начинать лечение с хирургического вмешательства. Если при выявлении различных проявлений заболевания это полное циторедуктивное вмешательство, с последующим проведением химии или химии лучевой терапии. И можно сказать, что сегодня в случае отсутствия возможности проведения хирургического лечения, конечно, остается приемлемым проведение химии лучевой терапии. Эти же рекомендации, по сути дела, отражены и в национальных рекомендациях наших зарубежных коллег, где, по большому счету, при выявлении и распространении заболеваний за пределами матки рекомендовано выполнение тотальной гистроктомии. И цель циторедуктивного вмешательства – это отсутствие измеряемых опухолевых очагов. Ну и в случае невозможности проведения хирургического лечения – это системная химиотерапия с последующей операцией или лучевой терапией в зависимости от опухоли. Совсем недавно был опубликован консенсус ЭСГО-ЭСТРО и в виде рекомендаций, клинических рекомендаций, где было показано, что радикальность гистроктомии при раке первой и третьей стадии не влияет на частоту местных рецидивов и общую выживаемость. Более обширные хирургические вмешательства следует выполнять только при достижении негативных краев резекции. При третьей-четвертой стадии рака тела матки, включая карциносаркома, максимальная циторедукция должна быть выполнена на первом этапе, и системная тазовая параортальная лимфодисекция при неизмененных лимфатических узлах в соответствии с этими рекомендациями не показана. Первичное химиотерапевтическое лечение показано в случае невозможности проведения хирургического лечения и возможно проведение хирургического лечения после завершения системного лечения. Ну и в заключение, позвольте остановиться, может быть, на трех основных факторах больных с местно распространенным заболеванием рака эндометрия. Прежде всего, это процент. На сегодняшний день, по разным данным, это от 13 до 20%. И особенностями этого заболевания являются преобладание редких гистологических, морфологических типов этой опухоли. Это одна из основных причин на сегодняшний день поздних и распространенных стадий. Сегодня мы говорим о новых подходах и к морфологической диагностике. Мы сегодня говорим о персонализации молекулярно-генетических характеристик опухоли. Поэтому, на мой взгляд, лечение этих пациентов – это мультимодальная проблема, которая сочетает в себе и цитотоксическую химиотерапию, и лучевую терапию. Это новые биопрепараты, иммунотерапию. Ну и, безусловно, это компонентом остается все-таки хирургическое вмешательство. Спасибо большое за внимание.